Судейская категория Судейская категория Судейская категория Судейская категория Судейская категория Судейская категория Федерации. Все это гораздо проще. Соответственно, до первой категории Московской Федерации продлевает всероссийскую категорию, всероссийская федерация, всероссийская семинар. Поэтому у кого документы не оформлены, займитесь в ближайшее время срочно оформлением по организациям и централизованным, чтобы у нас был порядок. Тогда мы сможем всех включать на соревнования официальные, потому что без документов мы, к сожалению, не имеем права и рассчитывать в праве судей, и чтобы они присутствовали в списке судей. Потому что сейчас все проверяется, вы знаете многие, что вообще все приходит в электронный формат и идет очень через систему ДИАС. И я думаю, что соревнования тоже в перспективе к этому придут. По нашей внутренней организации судейские коллегии Москвы. Значит, уже многие знают, что мы соревнованиями по САМО были, мы говорили в конце концов. Хотелось бы еще раз сказать, но вы, вступая в Федерацию САМО на Москве, регистрируетесь на сайте, создавая личный кабинет. Когда вы себя регистрируетесь, вы ставите галочки как спортсмен, как тренер, как судья. То есть у вас могут быть разные статусы. Но, когда вы зарегистрируетесь как судья, вам необходимо заполнить судейский профиль. Вот у нас многие из вас галочку поставили, а профиль не заполнили. Поэтому как судья в судейском кабинете главного судья не отображается. У нас, к сожалению, порядка там только 10-12 человек, хотя вы многие ставили галочки. Пожалуйста, отнеситесь к этому внимательно. То есть там надо заполнить просто документы. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы для всех данных по нашим судям в городе Москве был быстрый и оперативный доступ у нашего руководителя. Соответственно, там надо заполнить слинцпаспорт и судейскую категорию. Срок времени присвоения. Поэтому посмотрите, как вы оформили себя на сайте и сделайте, пожалуйста, правильно. Потому что мы имеем право включать на судейское соревнование Москвы судей, которые состоят, судейские коллеги. Если у вас нет списка, то, соответственно, судейские коллеги, и даже если вы как бы взнос оплатили, вы не состояли. У вас нет списка судейских коллеги. Поняли, да, вот эту ситуацию? Значит, и про взнос, Сергей Сергеевич, я расскажу. Добрый день, уважаемые коллеги. Появилась небольшая проблема с тем, что оплачивается взнос через сайт Московской Федерации Самбо. И он не отражается в личном кабинете. Мы видим все ваши облады, поэтому нужно просто, там есть ссылка, обратная связь, написать в техподдержку. Взнос оплачен, прошу учесть. То есть не все оплатежные системы просто сейчас отображают. Эта проблема появилась в конце декабря. Но сами взносы, они видны. Поэтому просто напомните себе, написать небольшой текст в 3-4 слова. И модератор сайта буквально в течение суток вам активизирует ваш доступ, ваш платеж. Но это нужно сделать всем. В случае, если кто-то оплатил квитанции, это очень странно, потому что квитанции у нас не висят на этот год. Мы переходим, скажем так, на новый этап. Многие уже зашли на сайт, увидели его возможности. Он постоянно дорабатывается. И сейчас, собственно говоря, переходим в век информационных технологий. Вот эти бумажки рассмотреть каждый раз на мандатной комиссии. Это тоже занимает определенное время. Поэтому все, как во многих федерациях уже принято, оплачивается через сайт. Вы также можете сделать обращение, если вы вдруг оплатили через платежный какой-то документ в Сбербанк. Обратитесь в Тепподдержку, прикрепите туда скриншот, чек, фотографию чека. И, собственно говоря, он также засчитает этот пользователь. Но самое главное – это оформить кабинет. В дальнейшем планируется даже регистрация спортсменов на соревнованиях через сайт. Сейчас там есть кнопка, за которую мы приняли участие, да, то есть регистрируется на соревнованиях, но она не активна. Потому что если мы сейчас так сделаем, половина останется за бортом. Мы этого тоже не хотим. Нам надо сперва убедиться, что все понимают систему, как зарегистрироваться через сайт, заполнить свой профиль. И затем мы будем делать следующие шаги. Еще раз говорю, сайт постоянно дорабатывается, сайт постоянно обновляется. Мы принимаем во внимание многие ваши советы по улучшению. Некоторые пишут прямо сразу самостоятельно в Тепподдержку, просьбы сделать так, так, поудобнее будет. Это все рассматривается, все смотрится. Пожалуйста, примите это во внимание. Так, с этим все понятно, с оплатой? Спасибо большое. Передаю слово Алексею Александровичу. Так, ну что, приступаем к изменению правил соревнований. Значит, у нас правила, на эти вступили в силу с декабря 2020 года. Они размещены на сайте Федерации, если кто-то не нашел, мог потом находить. А 4 декабря 2020 года, приказ номер 892, расположенный на сайте Федерации САПО, проще всего искать главу комиссии, выдающую судейскую комиссию. Там есть два важных для СОНИ момента, ну или для тренеров тоже. Это сами правила по виду спорта САПО. И есть такая ссылочка, называется презентация. Презентация правил САПО. Это краткие выдержки по изменению правил, если даже вы потом будете изучать или себе в своих логах для работы будете брать, чтобы они все правила. Так держать, из них вычитывать. Там такая подсказочка, очень удобно работать. Вот, но есть некоторые изменения, которые уже вы знаете. Мы на всех соревнованиях, прошедших первенств в Москве, они как бы очевидны. Но много изменений, о которых мы не говорили, потому что они в правилах, ну как бы так просчитываются, не обращаются внимания. Я сегодня на них обращу внимания, потому что мы как тренеры, как организаторы, как судьи тоже должны узнать, как правильно проводить соревнования и что происходит в правилах соревнований. Поэтому быстренько пойдем сначала к документам и пойдем уже в практический момент. Значит, что изменилось? Добавилось официальным проявлением смешанной системы проведения соревнований. То есть, если вы проводите соревнования по олимпийской системе, вы знаете, по штрафной, по круговой системе. И иногда бывает хочется провести, но он отправил, а мы позволили, когда мало народу, две подгруппы, соответственно, у них по ГАМА и потом пресс-напресс по Уфима финалам. Внесли их в пункт, этот пункт, что можно проводить смешанной системой. Дальше, обратите внимание, чтобы вы не удивлялись, когда куда-то приедете, и такой может быть. Есть такой пункт. При участии в самой категории семьи, имея участие в соревнованиях, соревнования проводятся по системе. До шести штрафных очков, если об этом не ковырено положение. То есть, может быть, такая ситуация, что не написано. Это когда составление положение. Вот уже в декабре я был на чемпионате Уральского округа, мы там вот с этим сталкивались. Спортсменов меньше семи человек, для того, чтобы люди набирали победы, особенно, когда мастеров спорта выполняют, кандидатов в мастера спорта, сделали такой пункт, что можно проводить в одной весовой категории соревнования по другой сессии. Поэтому в положении круг назваться. Понятно, да? То есть тоже дали возможность люди проводить соревнования для того, чтобы набирали спорта. В следующий момент в правилах введем пункт, в статье третья появилась, тоже касается тренеров всех. Про допинг, это сейчас везде расходится. Соответственно, по безопасности, по допингу, то есть узаконены пункты, которые внесут на свои правила и законов наших тренеров за своих спортсменов выполнение 5 допинговых правил. Значит, по, ну вы знаете, что поменялись весовые категории, здесь мы не будем подробно останавливаться, таблички есть, рекомендую посмотреть. Отчего по допуску спортсменов на соревнованиях по возрастным группам, скажем. Если раньше мы делали, например, возрастом 13-14 лет, мы сказали с детьми 12 лет, и нужно было справку дополнительно делать. То есть сейчас у нас возраста сделано по 3 года, соответственно, мы за исключением младших совсем, там 11-12, и дальше идут 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, ну или 18 старших роста. Значит, вы видите, 3 возраста официально в соревнованиях участвуют, и могут дети убавиться. Но если в положении в каком-то, на каких соревнованиях специально указано, что третий год допускается фотоаппаратное справедливо, то естественно, соответственно, с положением справку надо предоставить. Такое бывает. Или бывает, что не допускается третий год в силу каких-то, ну там, других обстоятельств. То есть все равно положение является самополагающим на участие в соревнованиях. И в таком моменте, спортсмены имеют право выступать на соревнованиях среди мужчин и женщин при достижении совершеннолетия на день проведения соревнований. Это очень важно, потому что иногда приезжают спортсмены на взрослые соревнования, на мастерские турниры, на 11-й страны, а ему 18 лет еще не исполнилось. Это каждый год у него будет через 2 месяца, через 2 дня. Вот сейчас в параллелах это написано так, поэтому учитывайте, пожалуйста, чтобы не оказаться в не очень хорошей ситуации. Во всех остальных, да, в возрастной группах код участника определяется, код участника определяется не датой, а, то есть 12-14 лет, а кодом рождения. То есть ему может быть 11 лет, но в этом году исполняется 12, да, значит, может 12-14-20. То есть это только возрастом касается на день проведения соревнований. Так, следующее изменение. У нас, вы знаете, добавились единые правила, кроме спортивной, есть еще боевое, и у нас добавилась такая дисциплина, как пляжная самба. В этом году впервые будет проходить официальный чемпионат, планируется официальный чемпионат России по пляжному самбу и проводить даже 9 сентября по пляжному самбу. Вот с отдельными правилами вы сможете ознакомиться, здесь мы сейчас не будем разыграть, ну, просто для информации. Вот Михаил Геннадьевич говорит, что даже Переса в Москву планирует проводить бою чемпионат, чемпионат, да, потому что пляж я самба среди взрослых много проводится. Важный момент по взвешиванию спортсменов. Следующее изменение. Спортсмен может вставать на весы только один раз. На писальном взвешивании, с момента открытого взвешивания, да, на весовой категории, он может вставать один раз. Соответственно, судья пишет, либо он взвесился, либо он провесил. Причем, если спортсмен провесил, обратите внимание на организацию, чтобы потом не было. Судья должен написать чистое вес спортсмена. Спортсмен должен списаться, чтобы в этой весовой категории провесил. Чтобы потом не было никаких конфликтов, вспомнить, сказать, что я был нормальным, но я перевесил или наоборот, и так далее, и так далее. Дальше. И вообще у каждого спортсмена судьи записывают вес с обрублением до десяток. Например, 59-200, 59-500. То есть у каждого спортсмена в протоколе указывается вес. То есть это новое требование, оно у нас, соответственно, должно выполняться на всех соревнованиях. К этому не привыкли, но теперь у них там. Ну и если спортсмен, соответственно, не взвесился вообще, а предварительные заявки есть, что мы делаем? Соответственно, мы просто вычеркиваем, и напротив этой фамилии обязательно ставим роспись ответственной за завершившую судьям. Назначили главную судьбу. Ну и еще хочу раз напомнить, что также в правилах отдельно выделяю, скажу, что взвешивание без одежды не допускается. Так, по форме участников никаких серьезных изменений нет. Единственное, что у нас, вот, обращаю внимание по поводу того, что если у спортсмена есть тейп на открытых частях тела, он должен быть закрыт светлым наколенником, красного или синего цвета, соответствующей форме. Но есть по судейской форме одежды дополнения. Значит, вы будете прочитать, когда судейская коллега идет, обязательно. Значит, судья, форма судейская среда из рубашки белого цвета, ну это вы знаете с разноцветными рукавами, белый брюк, носков и спортивные обуви. Судья не может, может использовать брючный ремень только белого цвета, наличие на поясе различных предметов запрещено, в правилах это уже написали, прописали, поэтому. В случае наличия на открытых частях шарамов, триггерных договорок судья, чтобы скрыть, может использовать специальный компрессионный или оттягивающий рукав и лесного цвета. То есть, тоже, пожалуйста, учитывайте, потому что у нас должны быть все эти вещи выполнены. Значит, у представителей и тренеров тоже прописано. Это, опять же, для судей, которые работают в зале, на контроле формы. Значит, представитель. С нарушением правил представителей и тренеров можно быть удален с места соревнований до конца мероприятия без права находиться в соревновательной зоне. То есть, если соревнование три дня, его удалили в первый день, это значит, что этот тренер предстоит дискулицирован на все дни до конца мероприятия. Такое может быть. Во время поединка тренер не имеет права засекать премию. Да, не имеет права засекать премию складки, находясь на специально отведенном для этого месте, не покидая его время складки. И не вмешиваясь в работу шуги. Во время соревнований тренер обязан находиться в спортивном костюме, в спортивной обуви. Нахождение в заднем голове в горе для тренеров представителей запрещено. Почему, обращая внимание на форму одежды, бывает такая ситуация. В шлепках или в шорках садится тренер, его суги просит покинуть стол в секунду, а он возмущается. Значит, правильно все это прогрессивно. Тренер имеет право в ходе складки обратить внимание судьи на оценку технических действий, подняв руку вверх, не вставаясь со своего места. То есть, да, то есть, имейте в виду, нарушение поведения и политики тренера дает повод судье его отстранить. Замя соответствующие действия. Так, у нас изменились немножко функции судьи. Тоже хочу обратить внимание, все функции не буду защитить, но у нас добавилось по функции главного судьи. Главный судья имеет право прервать матку для обсуждения спорного момента. При этом сам главный судья в обсуждении спорного момента участие не принимает. И он не имеет права заставить судью изменить собственное решение или навязывать руку своего решения. Но выполнение распоряжения главного судьи, это уже следующий пункт, не к этому относится. Обязательно для судейских коллег, участников, представителей и тренеров. То есть по организации соревнований, распоряжение главного судьи является для всех обязательств. Также велась функция заместитель главного судьи на том, что я, ну, мы говорим о крупных соревнованиях, но все должны об этом знать, если есть возможность, и в соответственном организовании. Что заместитель главного судьи, ну или, например, руководитель, он обязательно вносит и дает оценку всем судям, которые работают на ковре, по итогам соревнований. И этот отчет задается главному судьи, а главный судье, соответственно, переоролит. А главный судье задает этот отчет уже своим руководителем, по региону или там, выше. Дальше. По орбиту. По орбиту. И боковому судьи. Значит, у нас жесты, жесты по удержанию, по болевому приему показывает только орбитр. Соответственно, боковой судье эти жесты не дублирует, не показывает. Он может встать, привлечь внимание, если что-то он видит. И я провоковую судьбу, говорю, и привлечь внимание арбитра, и показать, что там может есть вписаться. Да? Но открывается удержание, и закрывается по жесту арбитра. И добавилось на какой пункт, а раньше не было у нас. И расписано это судьи на взвешивание, ой, не на взвешивание, на атомную форму. То есть судья на контроле формы участников. Отдельная статья, просто хотелось бы зачитать, потому что раньше этого не было. Какие функции у этого судьи, потому что каждый из вас, когда судит на соревнованиях, бывает в этой функции. И там вроде как все просто форма проверить, а допускают ошибки. Значит, предупредить участников, например, выхода на ковер, выпить спортсменов в очередной встрече в соответствии с протоколами. То есть, когда протоколы лежат, обязательно должны совпадать. Фамилии. И идентифицировать спортсмена в соответствии с его агентацией. Проверить соответствующие формы защитного снаряжения и цвета боевого веса с помощью приборов для измерения стандартных курт, требуя настоящей проверки. И еще прописано, что должен проверить форму тренера, в которой выходит сформулировать спортсменов. И в стулачках еще раз здесь прописано, что наличие спортивного костюма, спортивной обуви, отсутствие каких-то препятствий, здесь, наверное, конечно. Но я хочу обратить внимание, мы каждый раз на семинарах это проводим, здесь сильных изменений нет. Но еще раз обратить внимание, иногда многие не читают эти пункты, потому что там много написано. Функции арбитра в первую очередь это написано, но я бы хотел это зачитать, потому что это касается всех тренеров и спортсменов, и судей. Действия во время проведения удержания, и сколько и как дается. И хочу сказать, что раньше были ситуации, мы тогда на практике будем проходить, я покажу, чтобы они узнали, говорили, задавали вопросы. Вот там два полевых дела, или один полевое, другого удержания делали. Как действовать арбитру, не считать, не считать, сколько времени на это уходит. То есть это были дискуссии. Вот сейчас я это правильно прописал, функции арбитра очень четко и понятно. Вот, но я бы хотел зачитать такое положение, когда удержание начинается, и когда удержание заканчивается. Потому что вот это именно функция арбитра написана. Значит, фиксация удержания. Как только один из спортсменов зафиксировал удержание, арбитр должен сказать, что удержание. Здесь все понятно. А вот прекращается удержание, когда во время удержания порез, которого удерживают, займет положение на груди, на животе, на ягодице. Но не на пояснице. То есть если удержание, когда поясница косает, сочетается положение спины и еще новое имя. И при этом угол больше 90 градусов. Либо отношение к толщу, противенье к концевой толщи. То есть вот в этих моментах он должен сказать, что не считать. Дальше. Болевой прием. Если один из борцов во время удержания открывает... У одного из спортсменов, новой функции, во время удержания открывается обильный провод течения, то есть бывает такая ситуация, боевого участка, и удержание, фиксация открыта, то арбитр дает свисток, останавливает поединок борцам. Или одному, или доходу, если есть необходимость, оказывается медицинская помощь и защита из полного удержания. Понятно? Да, с удержания? То есть прихватили на удержание, у борца пошла кровь, обильное кровоотечение, его не написано. В результате пресечения или лесовое какое-то. Вот, то защита из полного удержания. Если же такая ситуация происходит с боевым приемом, арбитр дает свисток, поднимает стойку, то есть здесь, дальше, потом, после оказания помощи, продолжается борьба в стойке. Так, дальше. Такой пункт. Есть замечание к арбитрам, часто мы говорим, но тем не менее. Делают ошибки. Если во время дня болевого приема атакующий переходит на удержание или другое техническое действие в положении дрова, или если защищающийся уходит от болевого приема, он атакует, то отсчет времени болевого приема прекращается, но схватка не прекращает, не прерывается. У нас часто бывает так. Делает болец болевой прием, но что-то не получается, и время заканчивается. Он хочет перейти на удержание, выдастся в трубу, начинает прижиматься в удержание, арбитр дает свисток и говорит, но он же перестал делать болевой прием. Да, болевой прием перестал делать, время болевого убирается, но схватка не прекращается, пока идет архивное место. Значит, какие у нас изменения произошли в практической части? Ну, вы знаете, теперь все наказания называются предупреждениями, у нас нет замечаний. То есть называется первое, второе, третье, и, соответственно, четвертое предупреждение спортсмен снимается со встречи. И второе, третье предупреждения, они оцениваются в один балл. То есть, если вы говорите, балл одевается, сейчас в один балл. Значит, показываются они жестом у нас, естественно, предупреждения. У нас мы тягиваем руку, соответственно, если оценка второй, третье предупреждения, еще другой рукой показываем один балл. Вот это серьезное изменение. Дальше изменился порядок побед встреч в связи с этими предупреждениями. Об этом поговорим чуть подробнее, подробнее попозже, а на этих прозы будем примеры, которые на доске у нас записаны. Граница ковра, у нас есть понятие, понятие границы ковра. Мы многие называем ковром, это вот, зону борцовского ковра, зону борцовского ковра, а границы красные линии. Потому что сейчас, во-первых, красные линии убрали по правилам, круг, только внутри желтый, и наружу старт носили. Но это международные федерации, международные соревнования обязательно так будут происходить, если российский будет дисциплина к этому переходить, начиная с первого с России. Поэтому красные линии используются, соревнования там будет, все пока законно. Так же в правилах изгнили, немножко габариты ковра, но он написан, сам ковер подразумевает, этот, здесь целиковый лежит ковер, а общается с местным ковером квадратный, от 11 на 11, то есть 14 метров квадратный. Круг допускает от 6 до 9, поэтому если вы проводите соревнования, как он был у детей, то у вас ковер диаметром 6 метров, это соответственно правильный соревнования. Все, что меньше, 7 метров, и соответственно. Вообще размер стандарта для официальной соревнований у вас сейчас будет 8 метров, то есть данный круг 9 метров у нас, соответственно площадь будет уменьшаться, и на 1 метр, 50 метров, скажем, давнее, круг будет 8 метров, то есть официальная соревнования 8 метров. Поэтому терминология, вот все, что в кругу, называется рабочая зона ковра, а квадрат называется сам ковром, понятно, да? Чтобы не было конкурс, поэтому выход за ковер. Значит, у нас за ковер в стойке, у нас выход за ковер двумя ногами, то есть полностью, пари с ковром, это выход за ковер. Если вы вышла одна нога на ковре, это мы касаемся рабочей зоны ковра, это борьба продолжается. Если два борца нужны по одной ноге, то мы касаемся красной зоны. И простотой мы говорим красной зоны здесь, да? Там, наверное, все равно еще зона. Вот. Там то же самое. Если один из борцов вышел двумя ногами, но ноги не полностью вышли, это на ковре. То есть здесь должно быть четко понятно. Не ковра, две ноги одного из борцов. Для того, чтобы сразу в брак судейский это четче заметить, есть, четче заметить, агита, который правильно занимает боезв. Сейчас, бывает, я вам пытался из ковр, борцы начали бороться, чтобы их положать в стояние, борцы в борцов на то, что мы опять к этой теме возвращаемся, но это надо всегда понимать. Надо наконец-то на той половине ковра, где находится борцовский пар. Если я не смещаюсь к ковру, желательно встать там, с этой стороны, стоить, зависит от того, что мы с ума сидят и где вам привезли. Но вы тогда четко увидите границ ковра. Как только мы пересмолодались, границ ковра вдаль туда, а еще второй борец прикроет, если в данном случае я буду стоить, а судья будет за ним и я стоять, прикроет, видим, и сто процентов будет ошибка. Будет ошибка, это претензи. Считаем бросок, считаем бросок. То есть вы, как орбитер, который дал свисток, получается, можете сделать так, что бросок не засчитали, или наоборот, выше-выше спортсмена давать свисток, а считайте бросок, когда он начал за ковра. И чтобы не было марка, там не расширка, занимайте правильное положение. То есть все время перед борцами занимайте ковра. И второй пункт, это что значит выход за ковр? Это партнер. Если раньше у нас мы были привязаны к азотомической части тела, то есть либо половина так, либо так, и правильно смотрели. Сейчас все просто. Два условия. Либо оба борца вышли с рабочей зоны, вот рабочая зона, пока контакт одного борцов есть, борьба их. Чаще всего я делаю бросок, через бедро, например, упал, у меня ноги остались как агент. Давали свисток, потому что это считалось здорово, мы держали не считалось. Сейчас есть контакт одного борцов с рабочей зоной, специально с рабочей зоной. Контакт, борьба идет. Пока идут активные действия, борьба идет. Не важно. На 4, ну и сразу, если я его там накатываю, потому что болевой прием, есть контакт. Как контакт прервался, был открыт бежальню, не было открыто, болевой прием начать, не начать, но идут окреты. Дают свисток. И второе условие, если один из борцов вышел за границу из самого ковра. В данной ситуации мы, наверное, там будем все показать. То зафиксирование бежальня, если вы уезжаете, они небольшие, еще там 20 метров под вас. Смотрите, например, и один из борцов за сам ковер на пол, ушел. Если у меня контакт есть, жалко, а он тоже не пал, и я очень, и все. Значит, весь добр считается положением за ковров, а здесь мы не будем все еще. То есть два условия. Либо опыт с рабочей сходой, либо отбор отбор отцов. Например, в большом с вами когда проводят соревнования из Упереса Москвы, там, в маленькой зоне оплатки, получается, вас и быстро находятся. Так, и еще к этому, кто раз, хочу скачаться, вопрос дадите, за вопросом, по расположению на вратах. Которые часто бывают своих столов, своих дивизий, где там, если их, не важно, по сути, часто все случается. Арбидор занимает, но он райлиф, вот здесь, вот этот, он в своих накоплении вынуждает там, на себя выходить в борцов. И они никогда не шутят в дивизии, где по столу не програнируются. Переместивись там в орудии, говорят, что это же арбидор был бы так. То есть, ну, с целью вообще защиты и борцов, и техники, но и просто для борьбы. То есть, если я накажусь, они двигаются, поставят за коров, кто ближе к кисть, визуально человек всегда уходит от препятствий. Я являюсь препятствием, соответственно, борцов у меня будет центр. Они уже на одну сторону, я пересену сталкиваю в сторону. То есть, арбидор должен двигаться. Так как борцы такого же тега, но, примерно, соблюдают дистанцию. Причем, да, если спортивный сабор, я могу соблюдать дистанцию где-то полтора-два метра, то в боевом, как правило, это достаточно критические ситуации. То есть, надо так, чтобы не получить от борцов того блюда, но, с другой стороны, чтобы вовремя туда вклиниться, чтобы в случае нокаута, надо он растащить по этому обиду, все будет более робочек, поэтому сконсидируется, и все будет, действительно, такая реакция, то есть, еще ближе. То есть, когда-нибудь этот 2-3-3-4-2-3-4-5-3-4-3-4-4-5-4-4-5-3-4-4-7-4-5-4-4-3-5-4-4-5-5-4-6-5-4-5-4-6-4-7-5-4-7-5-4-5-4-7-5-8-1-6-7-6-5-5-1-4-5-4-5-7-4-7-6-4-7-7-5-4-7-5-7-4-7-2-7-7-2-7-6-6-5-5-7-5-7-5-7-7-7-5-8-7-5-7-7-6-7-1-5-7-5-7-5-8-7-7-5 Потому что если падение после свистка, то такое действие оценивать нельзя. И арбитр может непроизвольно, непроизвольно просто сделать ошибку. Потому что не как за ковром, но отчет уже падает. А если на счет ковра, то его надо оценивать. Чтобы не было. Упал, а потом свистнул. И потом спокойно показал сам. Прошу не пудать, что арбитр обязан показать оценку до свистка. Он должен оценить, если как решение принять, а не показатель. Потому что часто мы показываем оценку. И мы освещаем сменение мнения, да, то есть оценку вначале. То есть сначала принято решение, но если он свистнул, а падение после свистка, то такой образочный. Часть всего, друзья сдают встречу, то уже мы не должны оценивать. Сразу в эту тему, вот как уже пришли мы, по началу консультации схватки. Естественно, начинается по свисту, заказывается по свисту, они обязаны снасти. Но по концу времени встречи. Время встречи написано по гонду, да. Сейчас в таких условиях гонды нету, который моментально звучит как номер секунды. Да, потому что таблон пока перескочит, пока ему спадет, пока, соответственно, если это гонг должен нажать, да, спортсмен, это секунды не трест. А бывает, там оно не звучит, соответственно, если я свисток дал еще больше 2-3 секунды, они бывают не часто снасти. Поэтому тоже сейчас везде творится предыдущий. Если падение, то мы можем посмотреть, ну, на просмотр, если есть сейчас подтверждение, или действие, или сдача, например, у него приедет. Происходит, когда на таблоне 0-0-0, то такое действие оценивается. То есть я нашел на просмотр, зашел, прыгнул, 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 взлетел, вот сейчас он 0-0-0, а потом он там еще там шагнул, делал на руке, упал, все. То есть если мы видим, человек, который находится в отдыхе, на таблоне 0-0, такое действие не оценивается. Мы можем спорить, хорошо это или плохо, надо считать на 20 секунды, но решение такое, принимается так. И на Кубке России, в ней было такие ситуации, рассматривали, поняли, приняли такое решение. Понятно, да? Чтобы потом был ваш аргумент, как говорили. Итак, следующее, что мы изменяем, показания. Есть такой круг правил, запас на пальце, болевой брюс на пальце. Сейчас это разграничено наказание, но вообще все наказания, которые, то есть последовательно, с первого и по очередной, и которые за серьезное решение, за запрещенные приемы, даются сразу на роль предупреждений, то есть предупреждений с балл, соответственно, повтору наказания и дисципликации. Вот захват за пальцем. Закват за пальцем. Неважно, стойте, спорте, сбоку, с одного, с одного, с одного, сверху. За один палец. Иногда, кстати, это, бывает, человек срывает, захват, да? Видимо, там держится, он там срывает, за один палец взят. Закват за пальцем, да, это захват за пальцем. Он наказывается таким же предупреждением, зачередным предупреждением, как захват за край, поясом, за дискурки, за шоты. Прописали сейчас запарцовки, вот так вот, да, вот. Были его делали, или надо вот так запарцовки, а вот сюда, то есть прописали. То есть опять же, говорят, да, вот на праве пункта. Об этом раньше говорили, знали, наказывали. Да. Представили, приказали, а это написано, правильно, прописали. Профессорки за внутренняя часть рукава, по его самозачлем, перчатки, да, за накладку. Это предупреждение очередной. То есть, если не было, это первое предупреждение, соответственно, если какое-то было, то это очередной. А вот болевой прием... Мы на ногах, кстати. Болевой прием, волевой прием, приравненный к запрещенному приему. За него дается сразу же предупреждение, с одним предупреждением, с одним палом, соответственно. Вот вы видите, да, они, однако, уборятся, стоят участную боль. Но самая распространенная ситуация, наложил он и все, но это закон. Если я взял человека подогнул, это уже болевой прием. Здесь понятно. Бывает ситуация, что на рычаге локтя мы делаем, разрываем, и руку на кейс проводим, на пальцы срываем, сжимаем. Это болевой прием. Мы используем физическое воздействие для того, чтобы показать, как показать на пальцы, в манерах правильности, это болевой прием. Хочу обратить внимание. Посмотрите. Вот это вот не является захватом за ноги. Захват за кисть. Оцениваем захват за пальцы. С этой стороны снимем. Специально, чтобы видно было. Это не является захватом за пальцы. Но и кисть автомат приравнил к захвату за пальцы. Вот я могу уже держать, пожалуйста. Пальцы свободны. Вот если жадные, то все равно и на пальцы накладываю. Вот так и захват за пальцы. Когда мы защищаем, это не захват за пальцы. То есть вот если жадные, то это за пальцы. Пальцы сверху накладываю на пальцы. Это захват за пальцы. А если я еще при этом выбор его приеме еще делаю? Когда я его вылавлю, да? Вылавлю. А это болевой прием. А? 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 Так. Да. Так. В роли не играют. Пальцы здесь. Они жадные влияют на трэфер. Вот, да? Все еще там здесь. То есть, как все по ногам. Вот это пальцы. То же самое по ногам. Вот сразу на трэфер. Значит, здесь вообще все просто по пальцовкам. Смотрите. То же самое. Потому что обеда, когда спортсмен делает правильный прием, на весу высокая, он накладывается за захват за пальцы. Вот борцов. Видите, да? Граница. В принципе. Вот так берут, пожалуйста. Хочу, хочу, да. Хочу, да. Хочу, да. Хочу, да. И так, и так. На пальце свободный. Вообще-то не захват. Так поддаст. Это не захват за пальцы. Я могу говорить. Как только я могу. Сверху или сбоку. Вот сбоку. Видите граница? Вот это заклад за пальцы. Вот здесь мы даем свисток. На подключение? А? На подключение. А? На подключение. На подключение. Сейчас подождите. Мы про закладку. За пальцы. Вот, в принципе, все визуально. Пальцы у нас закладили. Вот скоробка заканчивается. Начинает все палиться. И все на него. Да? Поэтому, если я опакую, накажут меня. Если я делал прием прием, он хватается. Выбиваем захват. Даем не останавливаться. Речим банк. Доревому. Соответственно, наказание. Сватка портографии. Да? Понятно, да? Дальше. И что еще изменилось? Мы показываем его. Мы все его знаем. Если я делал прием. И его держали. А борец выпал. Хотя он показывает. Мы уползаем за ковер. Уходим за ковер. Раньше дороже выползание. Это где-то. Презопряжение сбалок. Да? Первое. Презопряжение сбалок. А технический, типа кувырок, он никак не наказывался. Сейчас убрали этот балл. Сейчас этот балл убрали. Сейчас этот балл убрали. Но, если я вот в данной ситуации умышку сюда включу и ухожу, да? И это я все равно покажу за ковер. Мы оцениваем за ковер. Что такое выход, что выползание. Мы все оцениваем за ковер. Соответственно, мы просто наказываем очередное предупреждение. Понятно, да? То есть, если я умышку туда направляюсь, то есть, если это не является составляющей технического приема с добытой. Вот, когда я лежу на стене, мне делали шаг локтя, а я через мосту погружу, потому что, допустим, мы вместе, ну, оказалось, да, грубо говоря. То здесь я вижу, я вижу, я могу только туда уйти. Для того, чтобы свистить. А вот в боевом самбо, когда вырывают болевого и будут... Сейчас, подойди. Подойди. Понятно, потому что здесь теперь предупреждение, а все рядное дают. Ну, зато он оказался любой вот такой выход, который с болевого и снижать удовольствие. Вот, с болевым самбо, давай. С болевым самбо. Ну вот, с болевым самбо. Я лежу на болевом, вырвал соперника, подошел к краю, кинул. Ну, чтобы он меня не отломал. Это вырвал. Это вырвал. Ну, даже для броска, какой свой? Не, ну, допустим, он на удушающем сидит, я ковыркаю за ковер. Тогда оценивать. Я с ковра за ковер, просто оценивать. Хочу сразу сюда добавить, потому что некоторые задают вопросы. Если один из борцов находится в положении стоя, а второй корпус на нем, держим его на плечах, это тоже положение стоя. Чтобы не было того, что он во второй ступне не касается, у вас написано ступней, да, чтобы не было такого обратного привязания к этой ситуации. И второе, это, значит, положение лежа. Это когда положение приготовлен спортсмен касается ковра какой-либо частью тела, кроме ступней и дом. Все, это понятно. То есть мы его называем партнер, но это пальба партнер, а вообще это положение лежа. Вот. Дальше. Есть понятие перекат. Что такое перекат? Это падение спортсмена с последовательным и непрерывным касанием ковра сегмента в его будущем в результате активного вращательного действия соперника. Без фиксации, в скобочках, без безумных порций, обороны с положения лежа на боку, животе, груди и колеса и плеча. Это когда мы оценим броски с перекатом. То есть вот, по крайней мере, у него такая форма есть. То есть последовательное и непрерывное, да, перемещение от одного сегмента тела к другому. Без визуального, визуальной порции, и обязательно будет активное вращательное действие соперника должно быть. Ну, мост, полумост. Тут все понятно, о чем внимание положение полумост. Потому что это броски оценивают иногда. Полумост. Положение, при котором спортсмен находится спиной ковру и касается его только головой и одной ступней. Или плечом и стопой. Или стопой. То есть либо голова и одной ступней, да, это полумост. Либо плечо и две ноги ног. Это положение полумост. Если две ноги и только голова, то положение мост приравится к спине. Но все остальное понятно. На груди, на животе, на пояснице. Броском считается техническое действие спортсмена, в результате которого противник теряет равновесие и падает на ковер. Касаясь его влагательности и какой-либо частью тела боролись в моем доме. То есть технические действия, да, то есть подсечка, как у нас, говорит, без захвата, пока не вежу, не могу не делать. Чем падает, это оценка. Потому что это техническое действие. А вот если я его испугал, налкнул, он от этого присел и к вам от того часть тела, то это вероятная оценка. Конус бросок. Активное ответное действие атакуемого в результате переклада инициативы с остановкой атаки соперника, то есть остановкой, да, или изменение направления его падения. То есть должна быть, очевидно, что он остановил сам распространенный ситуацию бросок через голову, заново беду, я остановил, выбрался, потом сделал уже новое действие и бросил через голову. Да еще направление поменял. Тогда, очевидно, я сделал контрприм. Собственно, одна из главных удачных тем новых – это броски из положения лёжа. Вот сейчас у нас будет посвящено много времени, но для начала прочитаю пару фраз. Любые переворачивания в положении лёжа не оцениваются. Переворачивание – формулировка тактическое действие, переворот или вращение в положении лёжа направленное на создание условий для успешной организации техники болевого приёма или удержания. То есть, если у нас болевое приёмное удержание есть захват, для создания технического перьеворачивания, то давайте потом дискутировать будем. Такие вещи соответственно оцениваются. Оценка технических действий спортсмена, находящихся в положении стоя, которые атакуют сопернику, находящихся в положении лёжа, не написано в таком, да, оцениваются в половину оценки технических действий в уголовном положении стоя. То есть, если мы делаем бросок, который есть, как в стоите бросок, классификация бросков, то такие действия мы оцениваем. Вот сейчас мы с нами берём все эти ситуации. В положении лёжа, да, борец в том числе, почему? Критерии такие, если есть приёмки, которые делаются в том числе, если есть спецификация, то это является приемом. В заключении ситуации, когда есть зарплата на валюты приёмки, да. Значит, самое распространённое, самое распространённое, самое распространённое, самое... ситуация, которая возникает, в частности двери, не важно, закрыть на одну руководство, на двух, на руках. Значит, сразу, первое, самое распространённое. Ну понятно, что если мы делаем броски такие, как задняя пара ложка, пошла, зато вот здесь, а всё портвали. Это всё отдельно, здесь всё просто, да, это всё понятно, это очевидно. Закрываем скорость, пусть какие самые скорости. Переворачиваем, ну, посмотри. Слюб не важно, такой, 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 если я столбую ногу, через эту ногу, подкину, это бросок. То есть у него есть отрыв, есть бросок, бросок задней, потому что это перекатило. Если тоже самая ситуация. Я ему ставлю голову сюда. Теперь просто, если он не такой броска, то это перекатило. Это переворачивание. Ну, такси. Это работает. Ну, опять же. Дальше. Вторая ситуация. Вот ситуация, что я не очевидно, могу сзади делать. Я могу делать через ногу. Да. Если я сел и сюда перекатил, то есть перекат. А если я вот затрываю и начал со стойки, то взял вот и бросок. То есть тоже бросок, то мы еще отбрасываем. Черт, спокойно. Но есть перекат, человек оторвался. А есть бросок. То есть он так лежит сюда по берегам. То есть он ложится. Да, он лежит на животе. Вот. Не будет этого. Сейчас не перекат. Минимально. Поставил оно. Но это перекат. Понимаю. Это бросок. Адресок. 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 Через полосок. Вот это самое. Татьянец. Мне кажется, здесь более важный день. Начало со стойки. Это понятно, что со стойки. Любая ситуация. Когда я делаю любой бросок. Через минус колено. Сейчас я сначала сажусь на колено. А оно же наличие. Чистки. А здесь только я делал. Но здесь я тоже. Я показываю медленно, чтобы подняться. Я тоже вам это быстро сделал. Понимаете. То есть всегда смотрите. То есть бросок ли это что-то летит. Да. Или капец. Теперь. Броски через голову. Посмотри. Важный момент. Осталась ситуация. Не важно. Только зашла ты. Бросали. А вдруг осталось. Так я вылезал. Так все. Бросали. 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 Я бросил. Зависит на такую часть тела. Может половину бегать. Все понятно. Но. В час. Бывают ситуации. По захватам. Откручивать. Если я взял. Здесь все что-то. Он держит. Ногу. Прихватил. Даже жестко. Плотно. Все нормально. Если я взял. Существует. Очевидный. Захват. На болевой прием. Значит. Да. Надо стоять. Сбоку. Если я могу. Болевой прием. В принципе. Если вы падаете. Не будешь. Убираться. Я делаю. Болевой прием. И с этим захватом. Делаю. Аналогичные действия. Такое действие. Не оценивается. Не оценивается. Если вы руки здесь спрятываете. Да. Вот я как-то не замудрился. Ну. Припекнул. Тоже закрыт свою руку. Но руки не там. Закрыты. Руки отсюда. Бросали. Понятно. Вот здесь такая разница. Накая. Я делюсь. Я делюсь. Я делюсь. Понятно. Да. Рука свободна. Есть захват. Еще раз. Разница. Действия. Похожая. Рука согнута. Есть захват. Я могу здесь в принципе тоже. Ну. Это я делаю в бросок. Это что я захватываю. Просто жестко. Ну. Если я учил. Вот он уже все. Вот так. Переводим сразу на стойку. На броски. На запрещенный прием. Вот так. Броски с захватом. Блевок прием. Блевок стойки. Я хватаю. Блевок прием. И отсюда делаю. Бросок. Или заднюю подошку. То же самое. Да. Да. Могу внизу. Там бросать. Могу сюда бросить. То есть захвата. Блевок прием есть. Блевок прием. Закрещение. Значит. До свисток. Мне даже сказать. Закрещение. Сами баллы. Понятно. К переворотам. По спадере. Понятно. Сейчас закрещен. Мы сейчас чуть-чуть делаем. Удачи. Не оценивший переход. Вот так. Самое распространенное. Самое распространенное. Могу. Да. Мы так закормим на руку. Я делаю. Глаз на мах ногами. Повыркается. Другие так много. С вами хромируют. Повыркается. Сюда. Никакой санки нет. Хромируют. Сюда. Это все подойдет. То же самое на расчетах. То же самое на расчетах. Ситуация. Его потергнет. Да. Прихватывал. Галь, летит. Через футбол. Еще артом. Не будет расход. Это будет переработка. Где-то... Это будет расход. Да. Хоть я и со стойки иначе, то есть это самое распространённое, то есть я показал, со стойки могут делать, дальше. Борщевую колено, если ты готовы, голову я делаю, со стойки я тоже могу делать, но это не мало. Это исключение, давайте. Это ремонт, я думаю, не оцениваю. В твоей ситуации он спространен, наверное, все хорошо. Вот, что мы еще оцениваем? Втручили любые, поведение за обновеси, если я, если я, если у вас штат он ставит или так, очевидно, есть арены делают, просто вы поведение за обновеси, еще кручу, еще кручу. Малышко, он, я думаю, не туда ситуацию, когда он там сделает, и он меня, смотри, я сюда протаскиваю на себя. Да, т.е. это не я, мы с утонами, не другая ситуация. Он обошел, застрял, я обошел, толкнул на ягодицы. Вот это будет, значит, бросок, находящийся на ягодицы, тоже полагается. Если это очевидное действие, это оценка. То есть, если я делаю активное действие, видно, что это я делаю, рукопотом прием, все он меня сюда затаскивает. Я защищаю, или я, или я остановил, то же самое, я просто устроил, как, через спину, через плечо, в обратную сторону. Через спину, через плечо, в обратную сторону. Ударни ее, назад, оценка. Скручивание. Вот такое, да. Отшагивание, оценка. Да? То есть, это все, оценка. Вот это приема, оценка. Потому что, если, как у вас хватит, через плечо улезается, а мы его перешагиваем, типа, на поле он взял, а он мне подождается, то есть, и елку, застиму, оценку. И сесть. Понятно, да? Я проходил, ну, он ходил, полевой сделал, но я туда не оттащил, а я туда же вкладываю. Считаю, а вы надеяли? Да. Вперед на полку с коленцем. То есть, я расходил. Спил. У меня это жёлтый. Так, понятно, это жёлтый. Вы не забываете сейчас. И, например, оценка. Нет. Сейчас я его верну. Да, мне, конечно. Так, ещё ситуация. Ситуация, да, смотрите. Бывает, когда же палец делал, на мазке были спросы, и мы прибирали, смотрел. Такая бывает ситуация. Человек вот так стоит, он, они будут спортировать, он уберёт, и вот отсюда. Стройным сюда делал. Не оценивается, потому что я его начинал делать, а не спортировать. У тебя в процессе броска просто скачил, пока вы перешёвываете. Вот. То же самое. В обратном порядке тогда. В обратном порядке. То есть, если он, я начинал делать бросок отсюда, я начинал делать, то это, соответственно, оцепь, как и спорта. Но если он первый встал, какая-то отрывка произошла, а я начинаю делать, то это будет бросок как-то стоит. Понятно, да? То есть, я ворону. Вот. В принципе, выброска. Снова обучение сейчас. Вот. Нет. Бой. Бой. Я изменялся. А его не будет, потому что у нас все спартеры бросает. Он не будет, потому что спартер. Я говорю, вот, он стоит, устал, и я его куда-то гуляю. В любых спорных моментах, неважно, стоит это, или парт. Он всегда с моими взглядами в другую прием. Остановка. Парага. Конечно, если он меня за эту ногу тачь, то я падаю потом. То есть, ему просто ничего не будет, так что он спартер. Спартер ногу. Петра Ильич ногу стал давить, в процессе так далее. Сейчас, сейчас. Вот я его начинаю давить. Смотри. Это да. Начинаю давить. Он уже падает. А я просто в бросках стал. Бросок на спартер мы не оценим. Мы его накормим. Когда человек такой спартер, мы его полностью отрываем и вращаем. Вот такой бросок приравнивается к оценке, как соствует. То есть, если я даже запомнил. Поднял. Вот так. Ну да. Хватит на руку. Мечи головато. Понимаешь? Вот. Не крутанул, это оценка. Не важно, кто колено, там пояс, еще куда-то. Обратный пояс. Смотрите. Мечи головато. Ну, мы разбирались, спорили, но по правде. Обратный пояс. Смотрите. Если я такой бросок может я еще в саду, то не так. Если я должен то, то надо вращать. Хватит. И сразу вращает. Садик! Ну, я не вижу, это нельзя. Садик! Вот. Это бросок, значит, если он. Понятно, так? То есть это фау. Ну, фау для салатуры, но для того, чтобы было как и стоить, я его вложу. И вот бросок. Вот это будет действие. Видно половина стойки. Сейчас я не могу действовать, его вырывают, но у меня здесь стойки в процессе броска. Соответственно, оценивается либо как положение лежа, половинка, либо как полноправная оценка. Запрещенный прием. Значит, хочу салат. Стандарт для него показывать. Прием в ситуации, сама самостоятельная. Прием, прием. Сейчас он делает. Захватит, делает броску. Смотри. Все держите. Если я держу, зажимаю руку, держу кисть. Здесь все понятно, да? Все понятно, что это запрещенный прием? Да? Ну, а если вы просто делаете, что вы приняли? Вот такая ситуация, когда я рукой не вернусь. Я очень хорошо закручиваю, еще ногу перекрываю, и дело падения. Я могу кричом пасть как на живот, так и пойти во вращение. Ну, имитирую бросок. Кувырком. Да, да, да. Данное действие является запрещенным. Сразу нахазывается. Медаль нахакается. Я упасил в округе, я судил. Пальк сделал. Еще из другого захвата. Сейчас он жестко встал. Он поможет. В Харламбе сейчас такая ситуация была. А, кстати, на Буки не знаю, почему не осенили. Там жестко сделали финальный парень. Сказали, что он притворялся, Буки. Ага. Вот так вот, вот так. Не-не, не так, не так. Не-не, я вели ситуацию, говорю. Вот так вот, чтобы вы били с ним на живот упали, и еще добавили болевый прием. Если бы сначала балл болевой, или какой балл болевой, там запрещенный прием человека давать. То есть, да, понимаете, господин. Вот. На Харламбе, да, я считаю, что на 100% была вот эта ситуация стоим. Раз. Дальше. Еще ситуация. Вновь гидрофильма. Тебя сразу разобрали. Роман Михайлович признал. Стоим, боремся. То есть, верим, об этом говорить. Где на всех сигналах? Я запихну в голову за человека. А-а-а. Что все-таки это удушающее. Головой. Это не удушающее прямо. Но это бросок с воздействием на позвоночник со скручиванием. Чего нельзя делать. Нельзя отменить эти результаты. И отсюда. И отсюда. И отсюда. Человек делает бросок, покручиваю голову. Вот так. И еще отсюда. С этим запахом вылезает и сюда. Во-во, вот так было. Еще раз. Запихну голову. Человек не падает, а я думаю, что у тебя голова будет. Голова сучит. А если вперед, через голову? Иди сюда. Давай сделаем. Самый простой вариант. Почувствуй на себе. Я всегда говорю. Я не голову делаю. Я делаю. А что? Я на вашу голову. У нас запрещено скручивать шею. Иди. Иди. Я на вашу голову. Я на вашу голову сейчас получил. Если ты делал правильно. Опять. Это больно. А еще вот так люди делают то же самое. Нет. А я не внутри. Где я берусь? Где я берусь? Где я берусь? Это должно быть плечом. Ложишь, что его кручился, через сервера случилось. Ну что ты говоришь? Здесь голова крутится. Если голова крутится, то я не плечом. Вот я попробую. А второе. А не важно второе. А второе. А это рулет ложишь. А второе. А еще вот здесь. Это то же самое. Это то же самое. Это то же самое. Это тоже был запрещенный прием. И это то же самое. Чем отличается вот этот захват, скажите мне пожалуйста. Вот это захват. А захват, который сердце у нас. Там я себя держал за культуру. Он держал меня за отворот, односторонний Тогда это не душащий, а то как? Он вот так держал, да Это душащий прием Если он не будет в руке, я его не в голову, потому что подворот откручен А если я по свою энергию кинул это быстро, то в ваших головах не в голову Это опять вспомнить Почему? Почему я здесь не могу держать одну голову? Скажи просто, что он держит Почему я здесь не могу держать одну голову? Если дадим все сдох, чтобы уходить Почему я здесь не могу держать? Это тоже запрещено прием Давайте я еще раз засчитаю запрещенные приемы Что касается позвоночника Прямое болевое воздействие, давление, переразгибание на позвоночник и шею Да, на ситуацию это можно раз Второе Проведение душащего приема На любой струк здесь можно и тот, и тот привязать Но то, что здесь идет воздействие прямое на шею На позвоночник и шею Прямое болевое воздействие Я одну голову беру и начинаю и по-другому, и по-другому кручить Поэтому в данной ситуации, я еще раз говорю, разбирали, зафиксировали И скоро будет общедоступная информация на сайте для вас Теперь, что можно делать? Что можно делать? Когда я вот сюда бил, делаю буро Это нормально Если я делаю А теперь вы сюда Руку сюда То есть руку То есть руку У нас часто вопросы У нас часто вопросы Вот Где считать или не считать Прямо поставлю Презираю Значит, смотрите Стопа Фактик Белый левый 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 Желень Стопа Опять Все нормально Все ощущается Если Если Дальше Если Дальше В какой-нибудь стороне В этом Переводим Стопа Я делаю Такое Переводим Из кучи мышц Которые Пришумляются Время На Время 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 А еще Раньше Не считали Но Мы стали считать Любой полуромагист Стали считать Запрещенный Прием Любой Стали считать Ну здесь Здесь мы стоим Да Что мы делаем Если надо Перекрутиться До России Ну как Попрос И поднимать Что нельзя делать Узел стопы А вот Узел стопы Это вращение стопы В ту или иную сторону Я что-то не понял В смысле Сейчас мы уже Так что Здесь все очень интересно Но бывает Ситуация Когда мы наоборот Делаем Скрыто Вогнут Пальше Валера о чем ты говоришь Зажатываем А пяточки Вот здесь Я вот сюда Стопу И это Узел Который Поэтому всегда Смотрите Если он Ногу Повернул То можно дальше Продолжать Болевой Проводить Это Не будет Запрещенный Прием Еще раз Повернул 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 Так как это Считалось Обратно Начинало Сначала Вообще Ничего не судили Когда Хит Эту ногу Отвлекили На Вкусную Повернул Вот Так И это Это Понятно Соответственно Через ногу Сейчас Сюда Сюда Давится Стопа Вытягивается Сюда Давится Стопа Вытягивается Немнож Немнож Так Я наложу Нож Противоположную Через ногу Перегибаю Менюшки основат Ну В принципе Поним Да Можно Наложил ближнюю ногу Стопа Так же Через ногу Укручився Дальше Иди на суде Еще ошибки Ну Честно говоря Сейчас Подошли На соревнования И говорят Такая ситуация У нас Такая судьба Не могла Сам был свидетелем На России Те годы Некоторые Судьбы Стандартные То есть Нога-сомок Удел бедра Мы можем делать Нога-сомок Почему-то люди Этот прием оценили Как воздействие На Полевный сустав И утверждают Что Воздействие Перегибания То есть Когда мы Покоряем То есть Делаем Прием Мы взяли И подняли Прием Второе Прием Не дали Пытались Вы не дали Полевой Пришел У нас Прием Короче Колено Перегибание Естественно Клосочек Вот Естественно Клосочек Вот Я сел Фиксирую колено Это естественно Клосочек Я могу Все остальное Все остальное Все остальное Все остальное У меня такой классный парень Здорово Сторону Ногу Так Призафиксируем Вот И вот Вот В идеале Я просто покажу Пришел Пожалуйста Это узел Бедра У нас очень много Элитра этого не понимают А Забинтить сюда Могу Поход Ногой Рульбой С одной стороны Переступая Мы должны понимать В принципе Узел Бедра Разрешен Ворщак Колено Перезгибание Разрешен Вопрос Если один делает правильно Обоюзный Интерес Один делает правильно Другой неправильно Тому Кто неправильно Вбиваем Захват Объявляем Не останавливаться Потому что мы начали Тому Спасмена Если он продолжает Соответственно Повторно Повторно Но он Первый раз Четко будет видеть Запрещенный прием Запрещены Душа Подушающие ногами Запрещены Душащие ногами Соответственно Бывает ситуация Когда делаем Локтя Ножки слетели И Голова Рука Все кричат Души Значит у нас запрещено Душащие ногами Что будет заниматься? Правила не прописаны Но у всех сигналов Довольно Это осуществление Захвата Душащие ногами Данная сторона Это нога Это когда Одна нога Сдвинут под коленку Вторая нога Начинает заживать Так называемый замок Как только замок происходит Душащие ногами И не важно По спине он лежит Вот здесь его подушку В этой ногах Или это там На ногах Вот Со стороны Головы Ног У меня такую диазелию Также Если я с рукой Ногусь А у нас сильно И снова Присы Можем здесь Я вам Делать Подал То же самое здесь Не надо переворачивать Мы иногда переворачиваем На прием Затрещен Ноги Пока не являются Ноги Затрещены Все Затрещены Дальше Могу скрести Переходим Я в начале Я в начале Знаю Можем Дальше Как только До коленок До коленок Дальше Это замок Здесь Сразу Дальше Это Вот Критерии Которые Вы не прописали Но Граница Вообще Любое Пограничное состояние Оцениваем Человек А у человека Мнение Зависит от позиции От его понимания Ситуации Дальше Дальше Тройка Как убедить Как вы делаете Мы сейчас говорим как судить Надо правильно оценить Мы сейчас воспитываем судить А не тренера Так По удружающим Все Вопросы Теперь Вопрос Покажите пожалуйста Как показывается Забресенный прием Почему только Забресенный прием Жесть Забресенный прием Забресенный прием Вот у нас запрещен Прием Шестов Дzialnya Забресенный прием Покажен Забресенный прием Что еще раз поменялось Это понятие остановки, я говорил в начальстве, много позиций, которые мы знали, обсуждали, сейчас знали, они спорили, я думаю, что здесь дискутируют тоже, они сидели, когда один из борцов делает боевого приема, значит, арбитр отключил время боевого приема, пошла минута, второй через 27 минут приема, вот здесь дискутируют, а я бросил, а он так делает. На минуту 40 секунд, придет или на минуту, да, я не говорю, да, значит, вот эти положения разные варианты, то первое, только они сейчас прописаны правила, посмотрите правила, еще раз озвучу, всего, по моменту открытия, с первого открытия боевого или душачьего приема, если касается боевого самого, неважно, в каком порядке мы меняемся, то это минута, главное, чтобы не прерывалось, да, один делает, второй, он мне делает, потом 50 секунд прошло, опять я схватил, но он откусил. А если бы все равно одна минута, то есть если непрерывный, если бы голевой приема, то откусил и опять схватил, это понятно? Нет, нет. Дальше, бывая ситуация, когда один делал голевой прием, голевой прием, а второй человек не так. А если ты начал делать? Отпустил? Другая ситуация, что я его не отпустил. Отпустил, например. Он же вначале говорит, что левого приема. Ну да, пусть. Но, смотрите, если так. Бывает, что я делаю узел, и человек так спасается, потому что он мне не прихватил, но просто лежит на мне. Но я сейчас стараюсь вываться за толпу, заехал. Это держание. Чтобы это было удержание, он мне запиксировал, держался, и я и делал голевого приема, тогда он меня держит. Но, опять же, добавлю, в боевую еще удушающее добавляется, а в боевую. Значит, мы делаем одному голевой, другому удержание. У этого идет минута, у этого 20 минут. Дальше, в ситуации правильно сказали, с ограножкой один едет ограножка, его перевернуло, он тянет ногу, а его человек за голову прихватил. Все понимают? Не крутиться, почему он сговорит. Да, я. Зай. 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 Да, так сказать, я могу, правильно? А я не повалил, держу, 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 держу. Только толще должен быть. Только смотрите, не сбоку я должен лежать, и держать голго. Не держать, не держать, нет, я должен толще сверху. А у нас правиль по выжаршим написано, когда лежать правиль, когда я толще, толще, сверху. Чуть не сбоку, держу, держу его на руку. Не будет удержания. Я должен касаться его плечом, плеча. Вот, и все на болевой, удержание. Следующая ситуация. Кроме, все понятно? Как правило? Как правило? Самое распространенное. Самое распространенное. Держание, а все там болевые прием дела. Здесь все понятно, здесь все просто. Здесь удержание считаем, как рука начинает активнее действовать, почему будет? Считаем болевые приемы. Пристал, круг болевые приемы прихватился, опять считаем он держание. Да? Это все понятно. Но бывает ситуация, и на других болевых приемы самый распространенный. Где вы ошибаетесь? Не знаю. Это гораздо неменитый прием. Гузел ногами. Двигаем. Когда мы перешли на этот прием, гузел ногами, да? То есть, я перешел с дворка, на болевых прием, начинает делать со мной. Со огненный бок. Я начинаю делать этот вызел, это болевые. Вдруг я понимаю, что я не сделаю, тренер у меня кричит. Делал удержание. Нучка ярких маленьких. Ну, захват. Я быстро зафиксировал, но уже прижал, не делаю никаких действий. И это удержание. Несмотря на то, что есть захват на болевой прием, но я не делаю активных действий. То есть, я не подтягиваю ногу, не поднимаюсь, да? Чтобы ее туда висеть. Вы же должны понимать, как у нее будем делать. Я зафиксировался и удерживался. Значит, арбита уже сразу засчитать удержание. Удержание держим. Как только я начинаю, свое активное действие выползает. Удержание воздействия на руку. Стоять, болевые приемы. Вот здесь вот тоже сейчас ошибаются. Бывает такая ситуация. Туда-сюда. Теперь, опять, по болевому приему. Не важно, в каком. Сейчас, вовтяну. Я с настраненной ситуацией. Я сегодня говорил. Но. Все раз. Я делал болевой прием. Болевой прием. 50 секунд. Вы понимаете, что я не сделаю. Если я достигну, минуту меня поднимут. И я. А я не хочу. Не надо время. Сделать болевой прием на руку. Что я делаю? Я начинаю выходить. Ну, как я делаю. Потом. Вытаскиваю руку. И решаю перейти. Переположаю на руку. Вот в этот момент, когда я вытаскиваю руку. Но время еще у меня не закончилось. А арбитр иногда давит. Систок. Полет. У тебя сейчас иногда забыл. Бывает. Все про все знаю. Вот. То есть. Получается. Ну, он перестал делать болев прием. Но борьба-то не закончилась в квартире. Поэтому. Я переказываю вас на удержание. Делал удержание. Может оказаться, что я его не сделаю. Может оказаться, что он опять еще пикаж. Что я его поставил. И я сяду в здоровье. А может я перейду на вашу другую. И сяду. И еще минуту. Да. Соответственно. Понимаете, да? То есть. Всегда надо поднимать. Если. Активный действие закончился. Или закончится время. Ну, еще одно изменение по поводу правил. Это. Тогда. Давай свистки. При переходе. При завершении болевого приема. Защищающийся. Здесь все просто. Если болевое делать надо. Делать. Не нужно фиктации. Две секунды. То есть. Если я как только. Перешел стойку. Сразу дает свисток. Стойку перешел. Там и делают болевые приемы. Дает свисток. А вот на руку. Теперь. Надо полный отрыв человека от ковра. Обратите внимание. Если ты делал для болевого на руку. Узел. 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 Вот здесь изменения серьезные. Здесь надо спортсменам об этом и судим быть внимательным. Не забывать. Ну, про моего выступления. Ну, смотрите, какой важный пункт правил зрителей. Особенно кто с детическими работают. То есть, зритель пункт правил, если положение это указано, на законном основании, в соревнованиях среди детей можно проводить соревнования и засчитывать полевой прием до прямой руки. Очевидно, прямая рука, зритель без областного детей. То есть, это может с у нас не инцидив какая-то. То есть, опираясь там, вот, надо сдать сдачу и еще что-то. Ну, понятно, вся сдача остальная. Многородное похлопывание, любую возраст, удержание, реван, все это остается. Но еще у детей прямая рука. Обратите все внимание, касается всех, потому что мы как-то для вас тоже хочу сказать, что мы изменили образец бланк. Ну, не сменили, добавили, а официальные заявки на соревнованиях. Теперь бланки заявки. Вот здесь в углу. Добавлено тогда срочно. Это согласовано на данном документе. Теперь всего допущих соревнований. То есть, когда проходите мандатную комиссию, вот здесь бланки, кто проводит мандатную комиссию, то главный судья отвечает. Он официальный миссий. Вот бланки, черточки стоят. Всего готовы. Еще. Значит, это касается наших московских соревнований. Важный момент. У нас некоторые клубы, спортсмены, тренеры не очень с дисциплиной, и они не выполняют требования. А сейчас и период России тоже проходит. А придет потому, что, скорее всего, все равно будет жеребен, чтобы наросить первый день соревнований в сервисах у ребят. Вот. Посерьезно относиться к заявкам на соревнованиях, чтобы совпадал место по сменам в заявку у вас. И присылать эти заявки в электронном виде, если время, тогда, что это указано с критерем. Потому что дальше любые организаторы имеют полное право, если вы не приставили установить срок заявки, у вас нет друг друга. Сейчас все к этому все равно иду. Поэтому, пожалуйста, привыкайте, будьте добры и двигайтесь. У нас есть несколько изменений. То, что вы сам обратно назову. Изменения боевого самка, значит, запретили удары партери локтями и головой. Можно сказать, у вас партери головой и локтями. И, что самое интересное, броски из партера боевого самка не оцениваются. Так, и ввели правила, официально ввели пункты. Если посмотрите, кто увлекается, то знаете. Официальный пункт – правила боевого самба для юношей. Среди старших юношек проводятся соревнования. И эти правила есть. Так же, как и правила баклажного самба. Ввели для юношек. То есть боевой самба, юношек и боевого порода. И пляжных соревнований. Кто боится, что есть соревнования, то есть два изменения. Все 7-6 равны по турниру. Значит, первое – это если вы выигрываете. В связи с минимальным преимуществом, два сплата на три. Раньше, наоборот, улетали. Сейчас любая победа. Двигаемся дальше вперед. Вы выиграли, не улетаете. Борьтесь, это первое. Второе изменение – это если осталось два человека, и они не бороются, то есть три по-любому будет схватка за номер по другу. Несмотря на то, что у кого там пять кругов, у кого три круга, то есть схватка будет за номер по другу, по-любому. Дальше. Хотелось бы сказать, что если… Тренер – это копейский игрок. Прямо отдельно прочитать. Если борец на эту схватку, то он не вывозит. Опоздал на схватку. Все опять скачивает. Бол в финал не выводится и занимает третье место. Так, и еще тоже в этой системе очень важно. Значит, смотрите, если человек опоздал на схватку, разница. Опоздал на схватку, опоздал по времени, да? Он не снимает соревнования, он может бороться дальше, если позволяет их снимать. Вот. Но ему, например, его противник, кто выиграл, это победа чистая, со временем, полное время встречи. То есть, если раньше было 0-0-0, то теперь полное время встречи. А вот если противник снялся врачом, то с его парой в круг составе, он не вышел… Ну, снялся врачом и не вышел населить. То есть, он не снялся соревнования. То есть, тому, кто выслушал, засчитывается, как он свободен, свободная схватка, и время встречи с 0-0. То есть, вот как будто он свое право свободно, выслушал. Вот это две разницы. То есть, если не явка, я выявил чистую победу, да, у меня 0-0, но время полное, 4-0. Еще это уже. Когда считают потом при равности победы и равности чистой победы, время вот это не является, 0-0-0, значит, по определению выигрывать встречи. То есть, это редко бывает, но это вы должны знать, должны помнить еще. У нас была тема, если нога проехала на одной ноге, за ковром, было с тема, что это не является выигром, потому что… от чего исходили? Я вспомнил на ковре, просто на мой взгляд. Вот я вышел одной ногой, я шаг делаю. Я в момент шаг ног отрываю, получается, что… ну, я уже одной ногой. Поэтому из-за этих соображений, мне по вопросу замок, понял, да? Да-да, это вот, Женя. Это положение еще на ковре. На ковре. Положение на ковре. Потому что он ее поставить может, и это проекция, если на ковре, проекция ноги на ковре. Вот если он туда ушел, а я здесь, значит, уже за того, да, проекция его на то, что вот, да, мы съедаем ноги, вот я иду, проекция на ковре. Я говорю еще раз. Вот я на ковре, у него нога на ковре, это мы на ковре. Не надо давать сенсорку. Вы дадите сенсорку, а в этот момент я могу бросок делать, или он не бросок. Вот здесь. Вот. Но если его проекция ноги, в данной ситуации, да, вот это вы, потому что тут уже добавим, вот закономят. Вот так. Всегда повторю на них смотреть. Давайте поблагодарим Алексею Александровичу за прекрасное выступление. Сейчас, а главное, поговорим о судейской записке, как в связи с новыми правилами мы теперь будем определять победителя. И как уже было сказано, значит, у нас предупреждение делится на, я пока говорю, на последовательные предупреждения и предупреждения с оценкой. Последовательные предупреждения, это то, что раньше, чтобы было понятно, это как запрещенные действия были, за которые давали замечания. и запрещенные приемы. Итак, первый прием. Мы даем первое прием. Я хотел сказать, что у нас предупреждение есть, например, сейчас одно предупреждение перед данным, да, это уже определяет победителя. В середине встречи арбита, там, все равно в середине встречи. Обязательно. Да. Трое лиометра, трое-ка судей, да, одно предупреждение. Да. Соответственно, и это предупреждение, оно определяется, определяет, вот, как победит судей, вы видите, если балл требует, он определяет. Вот так вот, как раз в первом примере, когда на третьем саде в середине. И в середине встречи, значит, пять минут, ну, будет два дать красному, один дать сильному. Значит, во-первых, предупреждение дается по-моему, большим сбором. Если раньше только арбитра мог дать первое предупреждение, то и сейчас только трое. в середине. первый пример, красный, синий, мы даем первое предупреждение борцов. Синий фоль, и, естественно, записываем то, что красный получает, вот такую балл. И, сейчас, уже не столь важно, какая будет окончательная оцена, то бишь, и один, и четыре, но, но, все равно, вы это должны знать, так как это будет распространяться и на систему олимпийскую, и на систему шести штрафных. Вот в этом случае выигрывает у нас борец в красной форме. По олимпийке два ноль. Если по олимпийке, то и будет два ноль. Ну там, не будем путаться, штрафных не будем разгорать. Второй пример. Счет 1-1. Технический банк, предупреждение, и второе предупреждение. Андрей Николаевич, извините, пожалуйста, а есть предложение наоборот по шести штрафным разобрать, потому что олимпийка и так понятно. Придешь ко мне, разберемся. Ну не все понятно. Вот счет 1-1. Здесь, на первом месте стоит у нас качество. Качество образка вот это технический балл. Первый. А это за предупреждение. Поэтому при равном счете вот это не учитывается. Во всех случаях за первое предупреждение не учитывается. Если есть, оценки бальные. Счет 1-1. Как стандарт получается? Ну, по качеству, измотря на то, что вот эта оценка стоит последней, по качеству появляется в красной форме. Даже в данной ситуации 2-0. не учитывается. Ну, там посчитайте сами. Там самое сложное считать потом уже, когда у них будет. Аналогично, к примеру, первое утверждение 2 балла. Предупреждение и 2 технических балла. Счет 2-2. Покачь убеждает красный. Потому что техническая оценка выше. Здесь тоже самое. У красного технический балл, потом предупреждение без оценки и технический балл. Вот здесь по последнему техническому действию побеждает борец в синей форме. Последнее техническое действие. Здесь практически то же самое. В этот отбрасывается и последнее техническое действие у борца в синей форме также побеждает 2-0. 2-0. Нет, если есть какие-то технические баллы или баллы за предупреждение, то вот эти на них не обращают внимание на кружочек. Все, о них забываем. Как поставить правило мы выводим победителя. Или победа по техническому действию или победу по качеству. Следующие примеры здесь у нас по последнему предупреждению которое это не учитывается. Здесь то же самое. удержание здесь 2-0. 2-0. 2-0. Синий говорит, 2-0. Здесь я как бы это пример у этого 3 балла получается. У этого 2. Просто как написать? 3-1. неявка неявка синяя и мы последовательно пишем первое предупреждение второе третье запомните что уже двойки нету все по баллу и все неявка конец и дальше пишем неявка на данный счет 4-0. 4-0. Значит вы выиграл борец 4-0. 4-0. Ну и здесь вот такое по одному предупреждению значит опять же по последнему 2-0. 2-0. неявка была у синего мы баллы проставляли как красного прошло 30 секунд он получил первое предупреждение прошло еще 30 секунд второе предупреждение прошло еще полторы минуты прошло третье предупреждение ввиду того что необходимо объявить четвертое прошло 2 минуты мы ставим также в подрядский крест и пишем бюджет неявка синего тогда получается или все раз если наказали синего еще тогда bury сейчас так все предупреждения после asset Details первое предупреждение Вот, как вот здесь, а здесь оказались синего. Вот эту победу, первый нулевой, все дали красную. Вот в этом пути, если раньше писали, сюда замечаю, а потом ставили первое предупреждение балл. Тогда было понятно, что вы оказались синего замечания, потом дали предупреждение балл. Красный балл. Сейчас, как только выдает предупреждение, оно сразу записывает ноль в квадрате. Ноль в квадрате записи. И, соответственно, балл, это все понятно. Поэтому вот здесь, получается, что здесь не ярко синего. Красный победил. А приятный момент? Да, ну, соответственно, надо указывать время. Здесь время, там, пять минут, четыре. Пять минут, четыре. У кого-то три. Если олимпиды, то мы сошли. Если шесть раз назад, то мы сошли. Ну, может, и олимпиды. Смотрим, и олимпиды. Какие вопросы, может, какие-то примеры подсказать? Одновременно не даются. Одновременно не даются. Обязательно сначала одному, потом второму, чтобы была вот эта лесенка. Вот. Как здесь. Да, и одновременно здесь. Как мы потом разберем победителя. Вот. Вот еще раз, мы поправим победителя. Поправим победителя. Ну, поправим победителя. Двольница. Еще раз, осцепляю внимание. В середине встречи, четыре минуты, две минуты, пять раз, ну, две с половиной. Руководитель. Руководитель Комра останавливает встречу и просит показать активного борца. Поправим. То есть, в пунктах на пунктах на пунктах на пунктах. В пунктах на пунктах на пунктах на пунктах на пунктах на пунктах. Но, как раньше, там дырули. Не обязательно два на одного. Два победителя. Сейчас половина меньше получается. Тройка должна отдать. Необязательно всем двое попадают в один лунг. Еще раз. Необязательно. Один показывает красный, двое показывает синий. Значит, предупреждение дается кому-то? Да. Теперь нет. Еще раз. Это просто на взрыв черт. Никаких нет. Вот этого нет. Но метро нет. Убей только такое. И вот такое. Все. Я сказал, что были, не забыли. Сначала ряда, а потом... Возьмите. 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 Уходим сто раз, получается,さん, и смотри не для меня. Я вам показываю, смотри. Самый обычный пример. Я бегом с другой, 힘� một. У нас борьба за за хлам. Идет пятьдесят минут, полторы минуты. Я вот хожу, а то опять встал за камью. Тебя накажут, я второй раз лезу, опять добиваю, а ты опять встаешь на хамине, не даешь мне вручь, и тебя не накажут. Конечно, накажут, как и тут сто раз накажут. Если ты, друг, любой пункт нарушения правил наказывается, который у нас написано, есть замечание, есть противописание. Все. Вопросы? Давайте поблагодарим. В случае Евгения Ивановича. Если какие-то вопросы, всегда подходите, мы все расскажем вам с нового. Значит, мы не проводим никаких экзаменов. Это связано с тем, что я считаю, что главное довести знания до вас. А то, что вы будете показывать, это будет на практике. И если на практике вы не сдаёте экзамен на соленаты, мы вам ставим большой-большой пункт. Получается, теперь даже из два человека группы осталось. Потому что, наверное, это все равно, наверное, это все равно. Понял, не позднее. Это все. Это он так слышен. Ты хотели что-то, ну, правильно. Одно слово. Что-то есть. Понял, как он... Да. 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 Не отменили, они есть, но просто спортивного выходили. Там не прописано ботилы, но они взорвались уже. Да. Да. По-пальцам я не видишь на коленях. Про деппинг есть. В основном круг, круг, круг. А, нет. Пальцам. На первую степку на коленях. И другого бывает. На коленях. С одной части. А это ничего не касается. Еще вопрос. Вы сказали про кровь и подразумевали того, кто атакует. Нет. Там написано у одного любого способа. А, вот именно у любого. Бывает, у вас, в твоем доме держит у него. А, вот это, кровь-емпионов. На нем есть. Вот. С него он прикладил, с него кровь хлыщут на лицо его соперника. Да. То есть, все равно. Но фиксации есть. В данной ситуации, соответственно, правило. Так сравнилось. Но это прописано. Соответственно, чтобы не было разногласий. Соответственно, вот это прописано делается так. Так. Попал этот момент. Две девушки боролись на ковре. Обе вышли, но коса на ковре. Вот так это оценивать. Коса одной на ковре. Они держались. Вышли они, не вышли. Я дал свисток. Правильно. А коса-то на ковре. Что-то на ковре надо. Два раза. Сходи на ковре. Если что-то за коса. Это, может быть, просто коса-то сковра. Знаете, как там официал, ну, коса-то. Пролитет ковра на ковре. Бросок-то осадит. Давай, да. У Горнии сковра вопрос есть? Да. А я понял. Я понял. На путь. Он делает подклад. Насыпился на ковре. И сюда внук выше. Да. Внутри. 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 Бросаем. Ну, проекция здесь. Он еще со мной в контакте. Получается, у меня очкану. Поэтому это не за ковром. А если вы за ногу делаете? Просто за ногу возьмите, он выпрыгивает. Вот так. Вот это за ковром. Потому что она не атакует. Получается, она в нём в нём. Вот, висит. То есть, если нога у нас получается в контакте, она атакующая, да, то есть, есть привязанность. А когда она уже взлетела, и он еще в втором взлоковер, он уже и за ковром. Понятно. Еще есть вопрос? А? 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 Ну, везде там вся эта логика. Невозможно прописать, что все совсем не дали. Да, понимаете? А? 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 Значит, дальше. Сейчас же прям. А? А, допустим, вы выясните про этого говра. Да? Он держит так вот сверху. И он пересит шаном. Да? То есть, он.. Вы выясните, да, 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 допустим, он станет шаном, он начинает отсутать его через гол. Угодим на ночь, отвечая обрабатывать. Куда-то отношено будет. А тут уже как-то же, как переднику, если у нас тут то что равно раска, то мы на сколько-то будут оставаться. Но если где-то дал сковорам? Ну, значит, уже говра. По лее мы не дали. У нас тут говра. Ну, он вкладку болевого делал бы разрушить. С болевого ты спаси? Ну, с болевого выпили. Сейчас дальше пойдет. Руки поднял, даже раскрутить, развернулся. Минутчик, внимание. Если вы забрали, то лучше сделать двухпинутный перерыв. А если нет, то лучше молчать. Ну, да, нормально. Дальше подключаем. Сейчас предупреждение проходит с нулевой. Ну, правильно, если предупреждение может резаться, что предупреждение, то, да. Сейчас это положение, которое мы изменим. Значит, изменился. Замечательнее стало для вас. Просто первое предупреждение. Ну, если надо как-то тесло. Давай два балла? Нет. Еще раз говорю. Сейчас так же. Мы сразу даем второе предупреждение за один балл. Изопреченный прием. За все зарплаты мы даем и пальцы. То есть, мы даем просто предупреждение. Ну, очередной цель нам. Да, да. Изопреченный прием. Изопреченный прием. Ничего не поменялось. Кладаем, как появляется балл. Повторный прием. Это дисквалификация со складки. Не важно, как мы понимаем. Значит, срогрессный. Так, это по таким изменениям. Теперь, что у нас изменилось по броскам? Теперь самое интересное сейчас у нас будет. Броски, перикаты. Сейчас сочетаются. Уморок перикат. Время. Новор emphasis. Поcoatынерков. Давайте сейчас перед темой быштных бросков и перед abordать можно терять три-пять минут первых мерзλιов. ös, преподавание поставить туалет. Корот aplica если сейчас нач wardrobe нам, то только А вот Гусаров говорил такая ситуация, что вы берете на ключ, вот вы взяли, он на коленях стоит, и люди стали автоматом подскакивать и как бы принуждая себя через голову бросить. Свисток, свисток, потому что у меня был захват, наблюдаю в партере, ты встал в стойку, что здесь вопрос, свисток, свисток, а почему, еще одно вопрос, нет, здесь надо дать, я ничего не буду снять, думаю, свисток, ситуация, это то же самое, я залезаю на экранов, его пойду, дальше нужно, если бы ты обязательно, я тебе не знаю, что такой зацеп, я его не знаю, а потом скажу, что нахуй, я просто не скучал на свисток, а в Дианиле, кто поделал, чтобы его завесить. Ну, просто. Гусаров, вы получаете, ну, как же вы это делаете? Диа, диа, диа. Мне кажется, что в этом направление, что Он летал взрослых, а этот resort, и делать через голову, и получается ему на дайте крючей. Принципе, но и не бросает. Нет, но вообще, вот цель он там. Я бью голову, раз, два, со спины, я отворачиваю, у меня удар уже попадает в затылок, мы ничего не даем, но если следующее надвило, уже наказан за заключенный прием, потому что всегда есть время, мощность реагирует, ты думаешь, если я там видел моментально, а если я уже устал, я продолжаю, я отпускаю на стойке, я все делал бросок, это смс-смотр и так далее, понимаешь, да, ладно, все, пожалуйста. Если вы бросили, Гринян, вам дать это же не нельзя? Должный свисток. Если не дать, тогда у меня бросит. Если это уже прошла борьба, я буду заходить, а если снова я бросил, я бросил. Я встал, и вы меня бросили. Я не должен бросать от спины. Сейчас я могу бросать, потому что у тебя рука зажата в жопу. Я не бросил, я не бросил. А шпион, а шпион, а шпион, а шпион. Если бы я сдавал, то это было. Я дергаю, более успеем, дождь, а шпион, а свисток. Не должен бросать. Есть и бросили, но он не должен бросать. Что это вообще? Все, дальше заказать. Вот теперь пойму, я же хотел этой. Я хотел бы эту засоску. Да, вот он бы там, ну он вот так подставлял. Скажите, Гриня, Гландер? Конечно, да. Хлынуло, крот как хлынуло, в струе. Если я всю руку беру, сразу в руку. Это не оценка для его броска. Если он потом может вращение, это то, о чем я в инверсии. В таком бросок отзаянки от истоки. Внимание, да? Это же, на шоколадной горшке, без лапы. Не, не просто, 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 просто. И я хочу еще раз напомнить, все соревнования, которые проходят в Москве, все, которые включены в календарь ЕКБ. Это официальное соревнование, и все главные судьи, которые назначаются мною или заместителем за подписью на положение, это, значит, ответственность. Ответственность в чем? Мы знаем, что на все соревнования должна быть предъявлена заявка, паспорт или школьника, справка с датой рождения и обязательно, обязательно страховка. И теперь у нас обязательный пункт, который должен следить главной судьи, это оплата членского сноса. Является данный участник членом федерации борьбы САПа. Если у нас будут проверки всех маленьких соревнований, это я предупреждаю заранее. И если мы выявим, что не соблюдаются эти правила главным судьей, это, соответственно, разборка на федерации данного судьи, и следующее, данные соревнования будут исключены из ЕКП. Чтобы это каждый понимал. Это ответственность главного судьи, организатора, и, соответственно, конечно, наша ответственность, что мы так будем проверяющие. Посылать можем кого угодно для проверки. связано с тем, если даже любые соревнования 11-13 лет, они проводятся для присвоения какого-то, ну, очередного, разряда, значит, присваивает кто? Федерация. А если присваивает Федерацию, значит, он должен обязан быть членом Федерации. Вопрос, пожалуйста. Очень просто. Значит, теперь проверяется, должен предоставить на своем телефоне проплату через Федерацию, что он является членом Федерации. Точно так же, как мы проверяем страховку, точно так же проверяем на телефоне проплату членского взноса. Федерация. Как вы в студентстве учениатом? Там нет любовницы? Нет любовницы? Они членом у нас, это самое, являются... Моим приемом, еще раз, вот, я не понимаю, а зачем тогда у нас нет любовницы? У меня личная вопрос. Я объяснял. Они члены являются у нас... Я к слову сказал. Ну, тогда как? Студентство, ребята, не будет, если они застанет попасть. Я просто не за свои студенты попасть. Вы присваиваете их в разряду? Я, да. Да? А если вы присваиваете, значит, они... Мы тебе объясняем одно и то же. Я объясняю двое. Если мы присваиваем разряды, значит, они должны обязаны быть членами Федерации. Нет, значит, до свидания. Когда они участвуют в этих соревнованиях, мы ничего вопросов не будем. По-моему, очень простой ответ. Еще есть вопросы? Вот по данному вопросу. Спасибо. Я просто к тому же прям две минутки, чтобы вы знали, коллеги. Евгений Алексеевич то, что сказал, просто он ссылается на документ. У нас в Московской Федерации были приняты. Причем исполком Федерации принимал различные решения. И вот один из моментов, один из протоколов, они все на сайте будут вывешены. Это об утверждении правил поездки дня протокола заседания президиума. Об утверждении правил, обслуживанных судейским корпусом соревнований Федерации САМПа Москвы. Значит, решение исполкома, это все-таки документ для нашего деятельности. Поэтому я просто кратко зачитаю. Первое. Обязать судей членам судейские коллеги Федерации после начала работы нового сайта пройти регистрацию в качестве судей. Это то, что я вначале о чем говорил. То есть это законодательный момент. То есть кто в коллеге судей есть, вы должны в качестве судей сделать регистрацию. Второе. Второе. Денежные выплаты за судейство производить только судьям, оплатившим в члене САМПа. Это то, что занимается выплатой на официальные соревнования. Третье. Допускать судейство на официальные соревнованиях Федерации только судей, членов судейских коллегий Федерации или Всероссийской Федерации САМПа, назначенных Всероссийской Федерацией САМПа или приглашенных на соревнования организаторов. О чем мы говорим? Есть официальные турниры соревнования, всероссийские, там, Лукашева, Борискова, еще что-то. То есть там могут быть судьи, которые не московские коллеги, а приезжие. Они являются членами Всероссийской Федерации САМПа. Поэтому здесь тоже об этом написано. Дальше. В случае совпадения, важный момент. В случае совпадения по дате проведения официальных соревнований Федерации и других турниров по САМПа, члены судейских коллегий, которые распределены на соревнованиях, обслуживают официальные соревнования. Часто бывает так. Договорились судьи, даже судьи первенства Москвы, а потом оказывается, что у них там пять каких-то турниров, они все разъехались, официальные соревнования не обслуживаются. Вот. Потому что есть у нас общественная работа в Федерации и дальше ваша личная деятельность. Не забывайте, что когда вы соревнования судите, обслуживаете и другие соревнования участвуете в качестве судей, вы все равно используете знания, авторитет и официальные документы, которые приобретаете в рамках московской коллегии судей. Дальше. Представление для присвоения и подтверждения первой судейской коллекционной, второй всероссийской коллекционной федерации подлежат обязательной подписи представителей судейской коллегии Федерации. Тоже мы об этом говорим. И судьи, члены коллегии Федерации могут обслуживать соревнования, не включенные в календарный план Федерации или всероссийской федерации при согласовании с руководителем, с председателем судейской коллегии Федерации. Вот такие решения по судейской коллегии. Ну и немножко подсказка по проведению соревнований. То же самое Евгений Алексеевич сказал. Евгений Иванович. По проведению соревнований. И это важно, потому что сейчас очень много проверяют соревнования. Это тоже другой протокол другого сплакова. Сейчас. Утвердить. То есть правила проведения соревнований в Московской Федерации самой Москвы. Утвердить ответственность проводящих организаций за соответствие мест проведения соревнований, требования правил соревнований, так и другим правилам, но в частности пожарной безопасности. При проведении соревнований получать следующую рекомендацию. Нагрузку на один борцовский ковер не должна превышать 65 человек из-за расчета, что длительность схватки составляет 4 минуты, а общее время соревнований не превышает 6-7 часов. При этом организаторам необходимо учитывать время на различные форс-мажорные обстоятельства. Соревнования младших возрастных групп, организованные в виде комплекционных соревнований, открытых ковров, не могут заканчиваться позднее 17 часов. Соревнования младших возрастных групп, организованные в виде турниров, не могут заканчиваться позднее 19 часов. И это вопрос о том, что соревнования в 11 заканчиваются, бывает в 12, нарушая все нормы Санкина. Утвердить возможность проведения в рамках одного турнира соревнований не более чем в двух возрастных группах, разрешенных правилами. Опять же, разрешенных правилами Всероссийской Федерации. Они возраст, который еще даже сам бы не имеет права заниматься на данный момент. И обязательно все проводящие организации предоставляют официальный отчет о соревнованиях, информацию о турнире, а также фотоотчет в Федерацию не позднее 3 рабочих дней с момента проведения данного указанного соревнования. Я еще раз повторю, это касается тех соревнований, которые включены в календарь Московской Федерации САМО, которые подают, чтобы мы присылали календарный номер, чтобы они висели на сайте положения вывешивания, обслуживались и так далее. Если вы проводите первую заглубу никуда не вывешивали, то остальное на вашу ответственность. Просто поймите это правильно, это в первую очередь сделано для того, чтобы были вы защищены как организаторы и судьи, которые являются главными судьями и работают на этих соревнованиях. И если вы не знаете, то я могу сказать, что у нас есть такие фамилии и студии, которые в течение нескольких лет проходили семинары, получая соответствующую категорию, вторую, первую, всероссийскую. Но в жизни Москвы никакого участника, как судьи, не принимали. Они принимали только в коммерческих турнирах. Где говорили, я же, я в всероссийской категории, и, соответственно, мне оплачили надоба вот столько. Больше вот такого не будет. Даже если... Это дискредитация нашей, в общем-то, всероссийской, нашей мы хотим искоренить это. Если вы хотите быть судьей, пожалуйста, даже участвовать в коммерческих, пожалуйста, но вы должны это работать у нас. Не меньше, вот трех раз, как мы говорили, участвовать в какой-то жизни. Повышать свою квалификацию, но не быть нахребненькими просто нашей организации. Давайте передаем слово. Передаем слово Андрею Николаевичу, Ивановичу, Филиппу. Для технического секретаря. Вопрос, пожалуйста. А по поводу распределения судей, мне можно что-то из-за информации? Вся информация у нас всегда на нашем сайте. У нас первое соревнование в марте, поэтому все еще успеете увидеть. Мы сейчас все прошло, семинацию. Не всегда распределяют, конечно, потому что и на всех странах распределяют. Официально будете распределены, обещаю. Я могу сейчас сказать, коммерческий турнир, он не под экидой федерации. Как вы там проводите? И что вы там делаете? Нет, я просто говорю для тех, что это не наше дело. Это дело, в общем-то, органов, определенных органов, которые приходят и говорят, товарищи, покажите, пожалуйста, кассу ВИЧ. Покажите, на каком основании вы это собираете. И это уголовное дело. Пускай они этим делом коммерческим занимаются. Как мы должны регулировать, когда? Еще раз. Нет, я сейчас еще раз. Они в плане ЭКП не стоят. Это не наши турниры. Нет, никакого разряда, ничего. Конечно, никаких разряда. Мы про это не говорим. Пожалуйста. Значит, поддержка федерации. Мы специально федерации. Сколько у нас бесплатных турниров юношек? Планируется у нас 4 бесплатных юношких турнира, где берем на себя все, обязательно. Судейство, награды, обеспечение соответствующих, ну, зала, грамотных, и все. Полностью федерация берет на себя. Федерация берет на себя? Федерация. Чистая федерация. Берет полностью на себя. В этом году 22-й турнир так привели. И просто андреи остановили в двух планах. В разных точках пропадали, в разных залах. Ну, вы прекрасно понимаете, этот год не очень-то удачный для нас. Но и то мы один турнир привели. В этом году план вы все любите, что ли? Еще вопрос. Минус. 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 Лена сам, попадали лена сам, потому что я так старше всегда взялся. Было, было. Лена как-то, как вы его делали. Делали еще раз. Это было бы, как ухл. Минус. 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 Если вы не пользуетесь нашим сайтом, вашим сайтом, ну как какие вы претензии к кому сейчас предъявляете? Ну пользуйтесь, вы же паспортом своим пользуетесь, ну и пользуйтесь нашим сайтом, и вся информация вас будет предложать.